Фонд «Подаря жизни» занимается помощью детям больным раком. И одна из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, что, к сожалению, не всех детей мы можем вылечить. Около 800 детей умирают от рака ежегодно. Практически им всем нужно бывает обезболивание, и вот здесь возникают проблемы. Росздравнадзор очень много сделал для того, чтобы мы вообще могли создать дорожную карту по доступности обезболивания, потому что вся та информация о том, какие проблемы возникают на местах с обезболиванием, какие есть сложности, основные барьеры, она, в общем, основная пока информация получается из отчетов Росздравнадзора по результатам проверок. Эти же проверки, в свою очередь, подстегивают докторов на местах и клиники на местах все-таки правильно обращаться с обезболиванием, назначать и выполнять все те нормы, нормы, которые существуют в законодательстве. Потому что, к сожалению, без этих контрольных мероприятий, без ограничений, которые ставит Росздравнадзор, к сожалению, не всегда наши медицинские организации быстро разворачиваются и начинают использовать даже те новые хорошие нормы, которые в законодательстве появляются. Ну и все равно, конечно, возникают случаи, когда пациенту, больному ребенку не дают обезболивающие препараты, не назначают их, отказываются выписываться, ссылаясь на отсутствие рецептурных бланков или еще чего-то. И тогда мы вместе с родителями детей обращаемся на горячую линию Росздравнадзора и помощь, в общем, приходит незамедлительно. Это буквально часы, но максимум сутки. Это очень важно, потому что онкологическая боль – это нестерпимая вещь. И в 10-процентах случаев без Росздравнадзора, к сожалению, мы пока еще не можем обойтись. Но тогда, когда мы обращаемся, помощь приходит своевременно, и она всегда эффективна. Появляются новые нормы, облегчающие доступ к обезболиванию. В частности, там не обязательно задавать ампулы от использованных анальгетиков, если больному нужно назначить уже в описи следующий рецепт. Очень часто доктора этого не знают. И очень важна именно разъяснительная работа с врачами и по схемам обезболивания, в том числе, потому что подобрать ребенка обезболивающий препарат, тоже не всегда педиатр по месту жительства умеет. В этом смысле, в общем, большую помощь тоже оказывает Росздравнадзор. На сайте опубликована методичка по обезболиванию. И вот недавно, в феврале, прошло селекторное совещание, прошел мастер-класс, который как раз проводили совместно Ирина Крупнова, представитель Росздравнадзора, и наш доктор Алексей Вадимович Пшонкин. Для региональных докторов было рекордное количество участников, 1600 человек его прослушали. И я надеюсь, что будет лучше именно сознаниями врачей, а именно одних в первую очередь, зависит от того, получат пациента без боли унили. Росздравнадзор – это такая палочка-вручалочка, блокиратор, когда проблема не решается в здравоохранении в принципе. Мы как фонд пытаемся решить все проблемы, которые можно решить за деньги, что-то купить. К сожалению, это не всегда возможно. Часто нужно вмешать контролирующие органы, чтобы пациент получил необходимое лечение.